Усыхание лесов – одна из сучасных экологичных проблем. Как минимизовать ее наступство? У Могилевским лесгасе плануют провести лесоодновление худше и максимально якосно. Так, в комплексе по выросшиванию посадочных материалов закрытой корневой системы начали уже третью ротацию выросшивания елок, хвои и олешины. Гэтые хвои про 80-го дома хчима станут меблёй в домах беларусов. Дравнина каштоуны в творчестве, але и в природе культура растений так уже и просто. Сосны и елки наибольшу сяго покутают адрозных хворобов у три первые годы життя. Сажанцы марнують некоторый час на проживальность и адаптацию до погодных умов. Тому у гэтому зрості древы потребуют больше пильного нагляду. Можно уже говорить об сокращении сроков выросшивания примерно где-то год-два. Что позволит нам досрочно перевести данный участок лесных культур в покрытый лесом площадь. Выросшивание посадочного материала у закрытой корневой системы можно назвать новой школой. Древа растет в специальной земельной капсуле с необходимыми поживными речевыми. С ее проживальность складает амаль 100%. Данный посадочный материал он позволяет с наименьшими затратами и с уменьшением некоторых усилий более качественно вырастить лесную культуру. Как показал этот год, он был такой экстремальный для, я так понимаю, не только для лесного хозяйства, но и для сельского хозяйства. Дали, скажем, свой результат вот эти засухи апрель, май и первая половина июня месяца. И по наблюдениям, по моим наблюдениям, культуры, которые были созданы с закрытой корневой системой, более благоприятно перенесли вот этот экстремальный период. Комплекс по выросшиванию посадочного материала закрытый корневой системы працует с вересня 20-го года. И с каждым годом выросшиваю все больше лесных культур. Коли в 2021 году тут было крыло больше за 2 миллиона саженцев, то селета 6,5 миллионов молодых древ. Юлия Нашлыкова, Ягор Малейко, Денис Жавина. Новины региона.